Сегодня я являюсь также заместителем председателя комиссии по предварительному рассмотрению законодательных инициатив федерального уровня при фракции «Единая Россия» в Государственной Думе. Я считаю, что знакома с работой, которую буду выполнять на федеральном уровне, статья 106-я Конституция утверждает перечень вопросов, которые необходимы обязательно к рассмотрению Совета Федерации. Первый вопрос стоит – это государственный бюджет. Я уже на прошлом заседании говорила, что главный наш закон, над которым мы действительно все должны работать очень внимательно и высказывать свои предложения и мнения, это региональный бюджет, а на федеральном уровне это, конечно, бюджет государственный. Сегодня мы все внимательно смотрим за тем, как идет обсуждение федерального бюджета и приятно то, что ряд направлений, которые предлагали наши коллеги в Государственной Думе, остаются в федеральном бюджете. Это и благоустройство дворов и населенных пунктов, маленьких населенных пунктов, где проживают наши избиратели и наши граждане, и их более одной тысячи. Это проект, который очень понравился нашему населению. Это, конечно, поддержка здравоохранения, будут продолжены строительство ФАПов, будут приобретаться мобильные медицинские комплексы для отдаленных населенных пунктов. Эта строка также остается. Более того, будет отдельной строкой поддержка работников здравоохранения, конкретно врачей и среднего медицинского персонала для того, чтобы привлечь профессионалов и молодежь в государственные учреждения. Это поддержка культурной сферы, где будут продолжены ремонты сельских клубов, библиотек, наполнения их, школы искусств и многое другое. Я думаю, как раз этими вопросами сейчас занимается Государственная дума и Совет Федерации. И я считаю, что я как представитель, если вы мне доверите это, буду работать много в территории, и все те предложения, которые услышу здесь, на территории, обязательно буду доносить до федерального уровня. Спасибо за доверие и прошу поддержать.